С утра в Артемовском развернулась бурная деятельность по вывозу насыщенного всей таблицы Менделеева снега с перекрытого еще с того года участка дороги по улице Мира. И не только. И ведь неспроста в город прибыла съемочная группа федерального канала «Россия-Урал» по вопросу перекрытой дороги улицы Мира, ведущей к храму умиления. Жители домов улиц Мира 33, 29, Первомайской 72 пригласили федеральную телекомпанию с целью привлечь внимание на давнюю проблему дороги, о которой со своей стороны все средства массовой информации Артемовского, в том числе и телерадиокомпания «Альтекс-Медиа», поднимала вопрос и уже не раз. Вот эта дорога, она очень удобная для всех. Там автобусная остановка. И люди, которые к нам приходят, прихожане, они живут во всем, в любом районе города. Они приезжают на автобусе и доходят вот по этой дороге, которую нам перекрыли. Дорога именно здесь нужна не только к храму. Жители близлежащих домов поделились с федеральным каналом о том, в каком состоянии. Единственный путь к их домам. Как в кромешной темноте школьники идут по неосвещенной территории, к образовательным учреждениям. Как не чистятся дворы многоквартирных домов. И о том, что вместо того, чтобы выполнить предписание ГИБДД и привести дорогу в соответствие, ее местные власти просто перекрыли. Дети сюда в школу ходят и в садик. Да, там жил, да, жилой сектор там. А примерно, вот много там домов? Десять, двадцать, сто. Ой, много. Много? Доль бобровки так вот еще идет. Ага, то есть там, конечно, протяженные, да? Да, да, да. Здесь-то самая темень, кузлы и все. Самая темень. Прокуратура подала в суд на Самочерного. За вот это безобразие. Что дети в общество ходят без света, без тротуара, безо всего. Машины возле нашего дома. Большие, тяжелые машины. Грузовые. Если раньше ходили легковые, так еле-еле вот такая вот была. Еле-еле проходили, а сейчас они ее всю разбили. Они ездят у нас по люкам, крышки взлетают, вырываются. Машины застревают вот эти маленькие, проваливаются в люки. Никому ничего не надо. Мы все время обращаемся то в администрацию, то... Те, правда, пересылали наши жалобы в жилком строй. В жилком строй, значит, в конце концов ответили, что эта дорога нигде на учетах не состоит. И, значит, и поэтому они ее вынуждены перекрыть. Прихожанка храма у Миления рассказала о том, что за ремонт дороги было собрано около 600 подписей простых людей, кто действительно в этой дороге нуждается. Отношение местного руководства к населению прекрасно показал и пример с пожаром храма. Здание тоже деревянное, и оно сгорело. И когда приехали пожарные тушить во время пожара, оказалось, что не работает гидрант ближний. И куда-то ездили далеко. В общем, ничего не удалось спасти, и все сгорело. Сейчас строим новый, да. И вот днями, буквально днями, ну, недели три, прошло вот здесь вот учение по пожаротушению на базе нашего храма. Вот здесь вот. И оказалось, когда они приехали, значит, сюда, они не знали, что это учеба, сами пожарные. И они приехали сюда, быстренько развернули рукава, все. А у нас гидрант вот около этого дома, вот здесь вот буквально на своротке стоит. И гидрант опять оказался нерабочим, представляете? И вот мы-то еще озабочены вот этим обстоятельством. А вдруг что случилось? Вот так вот, да. Удивило коллег с федерального канала и происходящее оживление по вывозу снега. Как приехали чистить? До этого не было их? Ну, там приехали. Да? Тряханул кто-то их и сказал, что вы едете. Я сижу дома, не пойму, что где-то рухтит. Выгрыла в окно, никого нету. Вот, постою, послушаю, потом пошла на балкон. У-у-у, что тут делается? Ошибки свои исправляю. А ведь накануне эти самые ошибки. Плохой расчистки дороги, созданные с помощью неубранных куч снега, опасных зон для участников дорожного движения. Телерадио компания «Альтекс.Медиа» указала в своем сюжете. Но администрация, видимо, ждала волшебный пендель свыше. Исклонные – это дураки и дороги. Да главное, дураки-то сейчас умные стали. Все вот для себя, ведь, работают. На себя. А для людей наплевать. Сели в пресло и забыли, для чего они сели. Все время подпинывать надо, подпинывать надо. Непонятно, для чего люди сели в эти пресло, для чего. Никакое ничего не надо. Вот они здесь, здесь они будут повелиться. Они только уехали, все работы свернутся. Тонны грязного, опасного снега вывозились тремя тракторами и одним Уралом в район села Большое Трифоново, в сторону кладбища. Вопрос, будут ли убраны эти кучи снега невероятных размеров со всех участков дорог Артемовского, конечно, вызывает сомнения. Причем не только у телерадиокомпании «Альтекс Медиа». Сами жители считают затеянную уборку настоящей показухой. Мы приехали бы это самое телевидение. Да, если телевидения не было, они бы и так осталось бы все. Надо когда-то все-таки наводить порядок в городе-то. Ну что же нас это? Городок-то неплохой. Утопили совсем какое-то болото. Это ведь вынужденная мера, понимаете. Они не слышат нас. Мы говорим годами, я же говорю. Вот начиная с девятого года, постоянно пишем вот в осеннюю распутницу, в бассейн, в весеннюю, но нас не слышат, да, прогрессируют. Но надолго ли это? Надо что-то радикальное предпринимать, мирно. Люди были, спокойно жили, они все время подпрыгивали на месте. Что касается строительства дороги по улице Мира до Западной, то летом прошлого года, напомним, у телерадиокомпании «Альтекс Медиа» состоялся разговор с директором жилкомстроя, в котором упоминалось, что дорога в данном направлении, в генплане города, числилась главной. Кроме того, было обещано, что эту дорогу в ближайшее время возьмут на муниципальный баланс, чтобы привести в соответствие. Но ничего за это время не поменялось. Чиновники Артемовского городского округа занимаются, как всегда, пустословием. Изменится ли что-то в решении вопроса с дорогой и качественной уборкой снега и его вывозом? Ведь деньги на это из бюджета выделяются. Причем немалые. После визита федерального канала узнаем и совсем скоро.